Здравствуйте, в эфире телекомпания Город. Программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Сальников, начальник пульта централизованной охраны по Октябрьскому району, отдел вневедомственной охраны по городу Рязани. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Очень приятно, что пришли к нам в студию сегодня. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей организации, на что она направлена в первую очередь? Наш отдел занимается охраной объектов, квартир и мест хранения личного имущества граждан. На сегодняшний день сколько объектов находится под вашей охраной разных категорий? Перечислите, пожалуйста. В настоящее время отделом вневедомственной охраны по городу Рязани охраняется 1500 объектов, 2500 квартир и 300 мест хранения личного имущества граждан. Здесь имеется в виду гаражи, частные дома, ну и иные места хранения личного имущества граждан. Наиболее крупные организации тоже сейчас находятся под вашей охраной? Да, мы охраняем большие сетевые компании, магазины, в основном с помощью кнопок экстренного вызова полиции. То есть именно таким образом можно вызвать сегодня охрану? Конечно, да. То есть при нажатии на кнопку экстренного вызова полиции наряд немедленного реагирования прибывает на место в кратчайшие сроки. Примерно где-то занимает это 5-7 минут. Можно ли назвать вообще вашу работу сезонной? То есть в большинстве случаев в какой сезон наибольшее количество краж происходит или вызов вообще от охраны? Вы знаете, какова статистика показывает, наиболее вспышка сезонных краж – это в период с мая по сентябрь, когда большинство людей находятся за городом, на своих приусадебных домах, участках. То есть здесь имеет место быть. То есть сезон отпусков? Да, сезон отпусков. Ну и расскажите, пожалуйста, у нас по случаям по квартирам, может быть, уже какие-то примеры можно озвучить? Вот. У нас в феврале месяце нашим отделом Недоственной охраны по городу Рязани была предвращена деятельность так называемых гастролеров, которые сезонно приезжают в наш город для совершения противоправных действий в отношении имущества граждан. Так, на улице Татарской в этом году были задержаны трое жителей города Твери, которые осуществляли как раз свои противоправные действия на нашей территории, нашего города. Получилось так, что при попытке вскрытия квартиры сработала охранная сигнализация, оперативно сработал наш дежурный, послал группу задержания, группу задержания, соответственно, задержала этих граждан. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, для обычных граждан, то есть мы говорим сейчас об охране частного имущества, квартир, домов и так далее, да? Насколько доступны ваши услуги? Услуги наши доступны. Охрана квартиры где-то примерно около 200 рублей в месяц. Но это уже более детально нужно разбираться, от особенностей квартиры зависит. 200 рублей – это ежемесячная абонентская плата, но уже монтаж там зависит от особенностей квартиры, площади квартиры, что хочет собственник. В принципе, все это реально. По объектам где-то час охраны у нас стоит от 5 до 17 рублей за час охраны. Вы говорили о том, что вы занимаетесь в том числе охраной гаражных кооперативов. Вот вообще, насколько популярна сейчас эта услуга? Пользуется ли она спросом среди граждан? Да, в последнее время, конечно, это один из основных таких моментов борьбы с противоправными действиями в отношении имущества граждан. Оборудование средствами охраны пожарной сигнализации гаражных кооперативов. В частности, у нас в Дашково-Песочне охраняется большое количество гаражных кооперативов, гаражей. Потому что тоже имеют место быть факты проникновения в эти места, где люди хранят свои имущества, автомобили, какие-то другие средства свои. Это очень важный аспект. Как профилактика правонарушений в этой области. Там просто срабатывает сигнализация? Да, срабатывает сигнализация. Сигнал тревога поступает на пульт дежурного управления. Дежурное управление передает сигнал тревоги дежурному офицеру. Соответственно, направляется группа задержания, группа немедленно реагирования на объекты. Можно ли назвать приоритетные направления Вашей работы? Да, да. Это приоритетные направления нашей деятельности. Помимо общеполицейских задач, которые наш отдел осуществляет, это охрана общественного порядка, охрана общественной безопасности, раскрытие преступлений, астративных пронарушений, пресечениях. Охрана общественного порядка. То есть, например, Вы какую-то помощь оказываете основным отделам сотрудников в полиции местных, да, уже во время больших праздников, где собираются... Совершенно верно. Наш отдел тесно сотрудничает со всеми службами. То есть, мы также привлекаемся для проведения каких-то массовых мероприятий. Плюс еще у нас очень тесно развивается взаимодействие по реагированию на тревогу. Точно так же сотрудники ППС и сотрудники госавтоинспекции при сработке на сохраняемых объектов тоже оказывают нам помощь, пребывая на осмотр объектов. К примеру, каких именно? К примеру, так же на любой. На квартиры, на большие магазины какие-то, которые срабатывают у нас на тревогу. То есть, прибывают сотрудники. Ну вот в дальнейшем, после того, как произошло задержание, что происходит дальше? Если вот мы говорим о частном имуществе. Частном имуществе. Если подтверждается факт, что есть проникновение на объект, соответственно, сотрудниками задерживает этот человек. Доставляется орган внутренних дел территориальных для проведения дальнейших действий. Сергей Николаевич, занимаетесь ли Вы какой-то профилактической работой? Да, наш отдел осуществляет профилактическую работу методом обхода жилого сектора. То есть, мы постоянно привлекаем наших сотрудников, обходят квартиры, гаражи с возможностью предоставления наших услуг. То есть, расклеиваются рекламные брошюры. Общаетесь с людьми? Общаемся с людьми, совершенно верно. То есть, общаемся с собственниками объектов, квартир. Мы хлик постоянно, взаимодействуем с ними с целью профилактики настоя имущественных преступлений. Установки нашей сигнализации на объектах. Сергей Николаевич, ну сезон отпусков, нельзя сказать, что он закончился. Уже впереди целый сентябрь, еще люди будут уезжать куда-то. Помимо ваших услуг, каким образом еще можно себя обезопасить от неприятных каких-то последствий, когда вы уезжаете на долгий срок из дома? Здесь уместно сказать разве что о комплексе действий, которые должен человек, собственник предпринять, чтобы защитить свое имущество. Первый, конечно, это очень плотно закрывать все двери на все замки. Вот окна. Обязательно попросить, если есть такая возможность, у своих близких, родственников, может каких-то знакомых, друзей, чтобы посещали вашу квартиру на время отсутствия. Обязательно попросить, чтобы вынимали почту из почтовых ящиков, корреспонденцию, потому что злоумышленники обращают на это внимание. У кого почта какое-то определенное время не изымается из почтовых ящиков. Ну и, соответственно, заключить договор с нами на охрану квартиры. То есть наиболее оптимальный, самый надежный способ. И доступный, можно сказать. Да, и доступный, в принципе. Сейчас в данный момент у нас есть масса возможностей охраны. И по телефонным линиям, и с помощью радиоканала, через радиочастотные передатчики, и современный способ, это через интернет-канал. Расскажите об этом подробнее. Это очень интересно, кстати, очень важно. В настоящее время у нас сейчас развивается эта система с помощью интернет-охраны. Собственник покупает сим-карту, приобретает свои средства, устанавливается эта сим-карта в блок, который стоит на квартире. И с помощью вот этого приема передатчика мы осуществляем охрану по линии интернета. Через интернет. Ну это вполне, скажем так, интуитивно понятно, как этим пользоваться. Да, да, то есть все люди сейчас уже очень в этом вопросе продвинуты. В интернете плавают. В интернете, да, как говорится, плавают по просторам интернета. Все это эффективно и надежно. А по радиосистемам? По радиосистеме через УКВ-передатчик осуществляется также охрана. То есть это очень надежная система охраны. Раньше в основном осуществляли охрану только по телефонным проводам, грубо так сказать. Через интернет все-таки более надежно, чем... Ну более надежно, чем другие альтернативные варианты, которые... Да, более надежно, более эффективно. Уходит в прошлое сейчас, можно сказать, а интернет – это ведущий фигур. Жизнь на месте не стоит, развивается постепенно. Я с вами согласна. Ну, как уже говорил ранее, самый надежный спуск, конечно, заключение договора, централизованную охрану оборудования, средства интервьюжной сигнализации, охрану пожарной сигнализации своих мест хранения личного имущества граждан, как мы уже говорили ранее, гаражи, коттеджи, частные дома. И, в принципе, наверное, наиболее оптимально и... Наиболее безопасно. Наиболее безопасный способ, да. Сергей Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам, что побывали в нашей студии, пообщались с нами. Очень приятно было вас видеть у нас в гостях. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!